Так, друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, рад вас видеть на канале. И давайте так, сейчас будет чуть-чуть вступления, затем будет основная жирная часть, в которой будет рассказано, показано, как можно построить своими руками вот такой классный домик. Ну и, соответственно, третья часть, заключение, полезные ссылочки, советы и так далее. История начинается с чего? У нас поступил заказ, нужно построить домик небольшой, 3х4, в интересном стиле, который будет служить как временная мастерская, склад, бытовочка, летний домик, в который можно приехать на выходные, переночевать, перекусить, спрятаться от непогоды, и либо завести туда бригаду, которая будет жить при строительстве основного домика. Домик должен быть в современном стиле, интересно, выделяться на минималках, но из хорошего материала, скажем вот так. И у нас получился вот такой 3х4 домик в стиле барна, стены у нас из гибкой черепицы, фасад, вагоночка, штиль 140-ая, сорт БЦ, дверь пока временная, тут будет планируется витраж, но пока временная, чтобы витраж не ушатать, полы у нас тоже черновые. В общем, друзья, желаю вам приятного просмотра, все от А до Я, с нуля, от разгрузки материала до вот этой картинки, я предлагаю вам посмотреть. Также хочу отметить, кому будет интересно, все полезные ссылки есть в описании, там есть ссылочка на смету, сколько стоит такой домик, сколько обошлось, какие материалы, есть ссылочка на сам проект, есть ссылочка на мой телеграм-канал, которым всем рекомендую подписаться, потому что именно туда мы выкладывали короткие видосы, как мы его строили. Ну и также полезные ништяки, это ссылочки на инструмент, которым мы пользуемся, на материал, который мы здесь применяли, все можно найти, где-то по скидосам, что-то полезное. Ну а вам желаю, друзья, еще раз приятного просмотра и поехали! На прицепе в первый день мы завезли весь каркас, тут доска 50 на 100, немножко дюймовки, брусков, плита ДСП 22 мм для чернового пола и утеплитель пеноплекс. Домик будет стоять на бетонных блоках, это самое простое и быстрое решение. Конечно, весной блоки могут сыграть, но за 10 минут их можно вернуть на место. Ну и сама постройка, довольно легкая и простая, поэтому тут выбрали блоки. Обвязку собираем пакетом досок в две доски. Доску легче переносить, а пакет досок работает лучше, чем брус. Брус крутит, трескается и таскать его еще до удовольствия. Скрепляем обвязку и стягиваем на саморезы 6х90. В дальнейшем все пробьется гвоздями, ершонами 90 мм. Скрипив обвязку саморезами, легче выставлять домик и позиционировать по месту. Ну, допустим, метр от забора, левого, правого. То есть проще выставлять. У нас закончилось выравнивание основания. Сейчас будем накидывать лаги пола и приступать дальше к сборке. Поехали! Лаги пола здесь из доски 50 на 100. Шаг лаг выбран в 600 мм. Шаг взят специально под утепление пеноплексом. У нас тут то снег, то дождь, плюс мы решили строить по типу платформа, поэтому утеплять все будем пеноплексом комфорт в 50 мм. Это отличный утеплитель с низким коэффициентом теплопроводности и налевым водопоглощением. Ходовой материал отлично применяется при строительстве дома. Да и в обычной жизни без него никуда. Это отличная подложка на чистовой пол, чтобы не поцарапать, не ободрать. Или кинуть лист на верстак и работать с плиткой, уходя от вибраций. Да даже в дороге подложить на колени и залезть под машину. Еще, кстати, из такого материала можно сделать много интересных поделок. У меня, например, утепленная крышка на кессоне в виде камня. А знакомый даже лодку построил, на которой мы отлично покатались. В общем, отличный многофункциональный материал. Даже остатки всегда идут в дело. Уложив между лаг и пропенем швы, укладываем сверху строительную плиту квикдек в 22 мм. Прям по лагам. Швы плиты стыкуются прям по центру лаги. Мы специально подсчитали шаг. Так будет основание крепче. Прокрутив весь пол, стали собирать стены. Весь каркас на домик мы заранее запилили на своей базе. У нас есть проект и карта раскроя материала. Поэтому тут мы экономим время. Проект, кстати, тоже можете получить по ссылке в описании. Собираем две глухих стены. Тут у нас два лежня, стойки и пару укосин. Продолжение следует... Продолжение следует... Задняя стенка тоже глухая. А вот переднюю собрали просто окантовку. Далее уже будем по факту добавлять доски. Стропила также были запилены заранее. Но уже по месту добавляли небольшой ветровой ригель. Длина его около метра. И с дюймовки. Продолжение следует... Так, друзья, у нас готова стропильная система. У нас такая, скажем, буковка А минимальная. У нас есть маленький ветровой ригель. То есть смысл в чем? Первая и последняя стропилка у нас запилена ровно. Далее у нас идет вот такой зуб. То есть который впилен, установлен в верхний лежень. То есть мы не делали вторую обвязку, потому что постройка такая небольшая. Тут смысла нету перерасход доски. Можно было, конечно, повыпендриваться, сделать вторую обвязку. Заморочиться сделать ригель сплошной, который не работает в доске естественной влажности. Но мы делаем как бы по-минимальному. Но стараемся придерживаться более-менее надежности. Поэтому сделали стропильные ноги. На земле скрутили небольшие ветровые ригеля, чтобы верхушка не разъезжалась. Снизу закрепились 140-ми саморезами по две штуки. Далее, чтобы выровнять перед и заднюю сторону, прикрутили вот такие 4-метровые доски, дюймовки. Закрепились сверху. Сюда приложили вот такую доску 50 на 100 на ребро. И выровняли плоскость. Прижали на полу саморезом. То же самое сделали с задней стороны. Далее, чтобы нам выставить всю стропильную систему, мы изнутри закрепили дюймовку по краям. И согласно размерам, расстояниям, где у нас между стропилами внизу, мы выставили все сверху. Разбег был 5 сантиметров, поэтому стоит проверить. Мы все пробежали, все закрутили. Также зафиксировали на один саморез, чтобы все было четенько. Постройка простая, но все равно хочется, как говорится, сделать максимально интересно и красиво, аккуратно. Потому что, как говорится, научитесь делать хорошо, а бы как само получится. Так что вот такие у нас сейчас пироги. Сейчас готовим заднюю стенку. Уже открутили временные укосы. Сейчас будем наглухо зашивать. У нас вагонка Штиль 140. Ее зашьем наглухо. И потом будем формировать обрешетку. У нас здесь не будет никаких мембран. Далее поймете почему. То есть все интересно. Все на чем-то экономим. На чем-то добавляем. Поэтому вырисовывается уже потихоньку интересный вот такой домик. Картина. Так что потихоньку продолжаем дальше. Заднюю стенку зашили вагонкой Штиль 140 мм. Тут сорт БЦ. Били на финишный гвоздь 16 ГА. С помощью аккумуляторного Неллера. Хороший, кстати, аппарат. Мы взяли уже второй такой. Я всем рекомендую. Тоже можете ознакомиться по ссылке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По бокам домика набили обрешетку из доски 25 на 100. А далее, уже прыгая по ней, сделали обрешетку и по стропилам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Обрешетка готова и начали обшивать стены строительной плитой КВИК ДЕК. Толщина ее тут 16 мм. Для лучшей гидроизоляции все стыки проклеивали водостойким клеем Д3. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спереди зашили также вагонкой штиль и в этот же день успели закатать стены и крышу в гибкую черепитку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока погода давала добро, я стал заниматься фасадной частью. Сначала закрепил все уголки. Тут он 5 на 5 в цвет кровли. Затем зашили все боковые свесы. Также вагоночкой штиль. Погода перевалила в плюс 5, а это шанс покрасить фасад. Для обработки древесины выбрали ЗКС. Это защитно-кращичный состав 3 в 1 экстра от Probex Profi Wood. Такой состав хорошо защищает от внешних воздействий. От воды, от солнца, температурных перепадов, снега и мороза. В состав 3 в 1 входит льняное масло. Слой такой краски в разы тоньше. Таким образом расход будет меньше. Еще в состав экстра есть наносеребро, которое защищает от грибков, которые могут разрушить дерево. И конечно натуральный воск, который обеспечивает водоотталкивающие свойства и защищает от выгорания цвета от ультрафиолета. Если у вас, кстати, дерево уже потемнело или есть остатки старой краски, то можно смело наносить экстра поверх. Мы применяем здесь оранжевый цвет. Ну вообще у нас такой должен быть цвет апельсин. Он заколерован по моему заказу. Но также можно выбрать из готовых цветов ЗКС или вовсе заколеровать под вас. Все это можно сделать в интернет-магазине М-Краски. А у меня есть свой личный промокод, который также оставлю в описании под видео. Который даст вам скидос в 10% на всю продукцию. Поэтому все полезные ссылки будут в описании. Внутреннюю отделку начали делать с утепления стен. Тут применяли пеноплекс толщиной 50 мм. Все проемы сделаны таким образом, что лист утеплителя встает плотно. Пеноплекс хорошо распирает кахказ и даже придает больше жесткости. Ну и за счет своих свойств в стене мы не встретим бактерии, грибка, мышь не едят, муравьи тут не живут. Поэтому материал отличный. Токи у нас тут 100 мм. Утеплив полтинник, у нас остается небольшой зазор. Как раз в этом зазоре пустим немножко электрики под розетки и освещение. На улице стоит плюсовая погода. Поэтому дополнительно пропенил все стены. Затем начал раскидывать электрику. На розетке тут кабеля 3х2,5 мм, а на освещение 3х1,5 мм. И сразу сделал все выводы. На улицу также под розеточку и небольшую лампу для подсветки, ну скажем крылечка или рабочей зоны. Под вечер решили зашить стены строительной плитой квикдэх в 16 мм. На следующий день кто-то утеплял потолок, а кто-то делал и готовил электрику. Сначала черновую, а потом чистовую. Электрика тут на минималках. Все посадил на ваги и спрятал в распаечную коробку. Заходить будет одна фаза, 5 кВт. Этого хватит для такого домика за глаза. Стены будут пока в таком варианте, так как могут покрошиться, затереться или испачкаться при эксплуатации домика, пока будет строиться основной дом. Но вот потолок решили сделать сразу красиво. Использовали вагонку Штиль АБ 140 мм и сажали на финишный гвоздь. Навели марафет, все поставили на свое место и вот домик готов. А тем кому интересно как он выглядит внутри, то переходите ко мне в телеграм канал и там подробно все узнаете. Продолжение следует... Итак, друзья, давайте подведем небольшой итог. За три дня с хвостиком, ну не спеша скажем, потому что первый день мы собрали полностью обвязку стены. Второй день мы собрали крышу, весь фасад. Третий день мы обшили фасад, сделали внутрянку и вот с хвостиком мы дождались теплой погоды и покрасили весь фасад. Ну и завершили мелкие работы. Это там где-то электрика, поставить розеточки, выключатели, то есть чтобы все функционировало, проверить и навести небольшой марафет. То есть три дня с хвостиком. В основном двоем-троем, не спеша делали этот домик. Конечно, так как у нас был проект, мы запилили весь каркас, весь материал заранее на своей базе. Это, кстати, очень удобно, если кто-то будет строить своими руками. Кто ценит свое время, берет просто тупо проект, едет на базу, если у него только прицеп, ему не надо тащить сюда 6-метровую доску, может попилить сразу на месте, подогнать все под размер, сложить все в прицеп или там маленькую газельку 3-метровую, чтобы не переплачивать за 6-метровую и все привезти на участок и спокойно за выходные собирать. В принципе, ничего сложного нет. Такой домик можно собрать даже тупо одним шуруповертом, потому что везде есть замена. Мы били, конечно, и финишными гвоздями, чтобы было красиво, мы били кровельным неллером. Но, скажем, в целях экономии, бюджета, у всех разные возможности. Можно гибкую черепицу посадить на пресс-шайбу, вагоночку можно посадить на тоненький саморезик, желтенький, там, ПЗ-1. То есть, в принципе, весь каркас можно собрать на саморезы. Мы, конечно, использовали и саморезы для притяжки 6х90, мы использовали ершоный гвоздь, оцинкованный 90-й, на сбивку основания каркаса, то есть, и разные, как бы, ништяки в своем стиле. То есть, мы уже привыкли так работать. А так, друзья, получается у нас вот такая симпатяга, выделяется, скажем, эффектно. Даже когда едешь по дороге, ты видишь такой мощный, скажем, не знаю, красный апельсин или как. То есть, цвет у нас красное дерево, такой выглядит, как апельсиновый цвет, выглядит эффектно. Поэтому, друзья, проект очень удачный, уникальный. Материалы практически остаются без остатка. На самом деле, материалов много не бывает, даже если останется какая-то доска, ее всегда можно куда-то применить. Из отделки, ну, остались кратыши, тут, не знаю, это для печки, как раз, может, какая-то печка будет сейчас к весне, там, чайник поставить, казан поставить. Тут досочки, он по 15-14 сантиметров, это остатки от всего материала. Бруска не осталось, доски тоже не осталось. То есть, все прям тютелька в тютельку. Поэтому, друзья, напоминаю, все полезные ссылки есть в описании, переходите, ознакомливайтесь, подписывайтесь на канал, не забывайте залетать в телеграм-канал, там все показываем, рассказываем. Проектик также есть по ссылке в описании, смета сколько стоит, также там найдете. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. В следующем видео интересным, с новым проектом. Ну, и также хочу вас попросить, в описании под роликом я оставлю ссылку на свой канал Сделай Сам, там я потихоньку начинаю двигать тему бизнес-гараже. Ну, чисто на своем опыте мне любопытно показать, как можно, до бытовок мы еще не дошли, там есть пару тем, это бизнес-гараже на колодцах, на, как домашний мастер, разные виды выездных работ, на очистке участка. Сейчас готовится ролик интересный по малым постройкам, в общем, если вам интересно, вы как минимум должны зайти в телеграм-канал, потому что там я даю анонсы, рассказываю, показываю, все как есть. А потом уже по желанию будете переходить на ютуб и смотреть, если вам эта тема интересна. Ладно, много болтаем, будем делать все короче, хорошего вам настроения, удачи, позитива, всегда улыбаться, двигаться вперед, ну и всем пока-пока. Мы поехали дальше.